Привет, народ! Это Тостер. И знаете, мы в Саратове. Да, мы приехали сюда, на саратовский электромеханический завод РЭМО, чтобы рассказать вам всю правду про ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы воздуха. Именно здесь их производят, это российское производство. И правда, о них тоже очень интересно. Реально, мы не знали, что столько тонкостей и таких интересных моментов. В общем, узнаем, как их здесь в Саратове производят и обозначим главные моменты, которые нужно понимать при покупке рециркулятора домой или в офис. Ну и дальше возвращаемся к тому, что было заявлено в начале видео. Самое главное и вся правда о рециркуляторах, о бактерицидных рециркуляторах воздуха. Но вот эти рециркуляторы, они выпускаются здесь, в Саратове. И я о них подробнее еще расскажу. А кроме того, в этом видео еще будет один интересный момент. Мы сделаем такое небольшое тестирование рециркуляторов. В общем, смотрите, будет реально интересно. Но для начала, для понимания вообще, давайте расскажу, как устроен современный рециркулятор. Сердце рециркулятора это ультрафиолетовые безозоновые бактерицидные лампы. Собственно, они являются источником ультрафиолета, который убивает бактерии, вирусы. Воздух прогоняется с помощью вентилятора через рециркулятор. Проходит еще противопылевой фильтр. И дальше выходит помещение уже чистым, обеззараженным. Вот, собственно, и все. Сам по себе рециркулятор устройство довольно простое. И это хорошо. Кстати, обратите внимание на металлический корпус. Он защищает от ультрафиолетового излучения. Не позволяет ему распространяться по помещению. Кроме того, это работает на долговечность. Потому что, например, пластик, он быстро разрушается под воздействием ультрафиолета. Металл же в этом смысле гораздо надежнее. Так, ну и давайте, как обещал, расскажу про продукты, про рециркуляторы, которые выпускаются здесь, на заводе в Саратове. Это не все здесь представленные, да. Но это вот те модели, которые точно подойдут там домой или в офис. В общем, рассказывай. Смотрите. Вот одна из самых популярных моделей это солнечный бриз. Вот и в черном корпусе, и в белом есть. Такая наиболее известная, ее часто можно ответить в магазинах, оффлайн и онлайн. Это рециркулятор солнечный бриз. И вот эта модель, она подходит и для дома, и для офиса. Она рассчитана на площадь до 30 квадратных метров. В черном и в белом цвете есть. Так что под любые интерьеры, вот как напишет в пресс-релизах, подойдет. Ну и, собственно, солнечный бриз, он есть разного формата, разной, ну скажем так, мощности, разной производительности, рассчитанный на разные помещения. Вот здесь сзади на подставке стоит солнечный бриз большой на 250 квадратных метров. Так что вот разные, разные моменты в этом плане есть. И можно выбрать вот именно то, что нужно под те помещения, в которых вам необходимо обеззараживать воздух. Дальше есть еще серия бытовых тоже рециркуляторов. Ну, на заводе эту серию называют RUV, ну, RUV, как хотите, так называется, как удобно. Эти рециркуляторы тоже бытовые. Они рассчитаны на площадь от 30 квадратных метров. Ну, вот здесь представлены такие вот небольшие модели. До 3000 квадратных метров. Ну, просто здесь мы их не показываем, но они есть. Они существуют. Так что, если нужно обеззараживать воздух в больших помещениях, в большие площади, то на это тоже есть решение. Что касается вот этих рециркуляторов, солнечный бриз серия и серия RUV, то здесь еще и все очень вариативно с монтажом. Ну, собственно, есть просто настольные варианты, для которых никакого монтажа не требуется. Есть напольное базирование. Можно повесить рециркулятор на стену. Кроме того, есть рециркуляторы на специальных передвижных подставках. Все зависит от конкретной модели и от серии. В этом смысле, опять же, повторюсь, вариативность. Круто, что сейчас в серию пошли еще автомобильные рециркуляторы. Это целое семейство. Называется Briss Auto. И они разные производительности. Вот этот небольшой, он рассчитан на легковой автомобиль, там личный или в такси, например, его можно использовать, установить в такси. И его производительность до 15 кубометров. Есть более мощные модели, вот на 30 кубометров и еще мощнее. То есть там и для микроавтобусов, и даже для больших городских автобусов их тоже можно там устанавливать. Это вот что касается автомобильной серии. Ну, наверное, еще давайте обратим внимание вот на эту модель. Вы видите, что здесь написано Redmond. Это известный бренд бытовой техники в России. Так вот, история здесь следующая. Здесь, в Саратове, производят эти рециркуляторы для компании Redmond, для бренда Redmond. То есть мы привыкли, что есть так называемое OEM производство, да, в Китае, когда для разных брендов заказывают производство на китайских фабриках. Вот здесь другая история. Здесь бренд Redmond заказал в Саратове, здесь на заводе, рециркуляторы для себя и продает их под своей маркой. Что, мне кажется, говорит об уровне саратовского производства и о качестве продуктов. И вот вы, наверное, обратили еще внимание, что здесь стоят другого вида, другого типа устройства. Это не рециркуляторы, это ультрафиолетовые облучатели. Рассказываю о них главное. Вот эта модель Aurora, она, в отличие от рециркуляторов, предназначена для использования в отсутствии человека, животных. Кроме того, растения тоже желательно убрать. То есть вот рециркуляторы, они могут использоваться в присутствии человека, никакого вреда для его здоровья они не наносятся. В данном случае здесь происходит обеззараживание не только воздуха, как в рециркуляторах, но еще и поверхностей окружающих. Но вот есть один момент. Людям, животным, растениям нужно уйти. Здесь, кстати, удобно, что есть таймер, то есть вы можете обозначить необходимое время воздействия, обеззараживание, и после этого он просто выключится, возвращаетесь в помещение и, собственно, живете обычной жизнью. И вот этот прибор, он вообще очень интересный и очень мне нравится. Это прибор, который можно назвать искусственным солнцем. Дело в том, что здесь воздействие ультрафиолетового излучения, оно смягчено. Слицидный эффект здесь минимизирован, но зато здесь добавлены еще лампы инфракрасного спектра. То есть, по сути, это устройство, которое является генератором выработки полезнейшего витамина D в организме, без таблеток, ничего не нужно принимать и так далее. Это, по сути, такое домашнее искусственное солнце. Кстати, вот ребята с завода, они сказали, что вот эти устройства очень популярны у нас в стране в районах северных. Крайний север и вот те районы, где мало солнца. Так что вот такое устройство здесь, в Саратове, тоже производится. Таймер, кстати, тоже есть. Можно настроить, как удобно. Так, ну хорошо, мы вот рассказали про продукты, которые здесь в Саратове выпускаются. Но помните, я говорил, что будет такой очень интересный эксперимент у нас еще в конце видео. И вот он. Дело в том, что, ну, чего скрывать, производителей разных много сейчас рециркуляторов. Тема, что называется, модная в связи с понятной вполне ситуацией. И очень много на рынке устройств. В том числе есть вот такие вот рециркуляторы. Вот мы несколько взяли здесь. Они небольшие. То есть можно заметить, что они, например, гораздо меньше, чем саратовские. Но здесь есть одна интересная история, которую мы сейчас продемонстрируем. Начнем с того, что есть понятие бактерицидного эффекта. И вот этот максимальный, скажем так, бактерицидный эффект, он достигается в том случае, если длина волны ультрафиолетового излучения в районе 254 нанометров. И вот специальным устройством, специальным прибором мы измеряем сейчас длину волны у разных рециркуляторов. В принципе, что мы видим? Мы видим то, что все они обеспечивают бактерицидный эффект. То есть действительно есть обеззараживание. Мы видим, что вот здесь на диаграмме, на экране ноутбука, вот эти 254 нанометра, они показаны. То есть вот этот прибор и остальные, которые мы тестировали, они выдают это значение. Да, но есть еще другая история. Это называется доза облучения. И вот чем больше доза облучения, тем больше шансов, что все бактерии и вирусы и все еще неприятное, что должно быть уничтожено, оно, собственно, будет уничтожено. Чем больше, тем больше шансов. И вот в результате второй части нашего маленького эксперимента мы использовали для этого ультрафиолетовый радиометр. Мы выяснили, что вот эта доза облучения у таких портативных устройств, она, ну, очень мала. Очень мала, и поэтому добиться, ну, скажем так, бактерицидного максимума вот с этими приборами не то чтобы невозможно, но на это нужно очень много времени затратить для того, чтобы, например, был обеззаражен воздух в комнате, в помещении. Мы видим, что вот это значение, оно в районе 4-5 милливатт. Ну, а если использовать другой прибор, более мощный, с более мощными лампами, пусть и более габаритный, то мы получаем совершенно другие значения. Большую мощность, большую дозу, скажем так, излучения. Здесь она почти 500, ну, да, в районе 500 милливатт. А вот значение предыдущее было в районе 5 милливатт, например, да? Ну, то есть вы понимаете, что это совсем разные значения и совсем разная эффективность бактерицидная. Еще один очень интересный момент, о котором я не знал, узнал только здесь, на заводе. Я-то думал, что любая ультрафиолетовая лампа, любое ультрафиолетовое излучение, оно бактерицидное. Оказывается, нет. Есть так называемые рециркуляторы или облучатели, которые укомплектованы ультрафиолетовыми лампами, но вот эти лампы, они не имеют излучения с длиной волны 254 нанометра. То есть не имеют бактерицидного излучения, не убивают вирусы и бактерии. К сожалению, такие вещи есть, и вот к этому нужно отнестись внимательно. Ну, в общем, вы все видели сами, и пора уже все-таки подвести итог нашему видео. Зачем это видео? Почему это видео? Ну, сейчас многие в комментариях скажут, ну, потому что вам позвонили ребята из Саратова и попросили вас приехать. Ну, не без этого было такое, действительно позвонили, попросили. И вы знаете, я с удовольствием приехал, потому что мегаинтересно, и не так часто мы, к сожалению, бываем на реально российском производстве. Мы вам его показали, вы знаете теперь, что в Саратове оно есть, что здесь производят в том числе, вот на этом заводе, производят рециркуляторы и облучатели, да, бактерицидные, ультрафиолетовые. И в чем еще был вот основной момент с этим видео? Не только в том, что там хорошие рециркуляторы производят в Саратове, но еще и в том, что нужно знать при выборе рециркулятора. И вот эти моменты сейчас мы и подобьем, да. Ну, прежде всего, обращайте внимание на площадь, да, на которую рассчитан рециркулятор. Это важно, потому что, ну, если площадь маленькая, а вы его поставите в большом помещении, то эффект, скажем так, эффекта вы будете ждать достаточно долго. Дальше, еще один важный момент, это то, что современные рециркуляторы, они вариативные в смысле вот монтажа, в смысле использования. Есть модели настольные, есть модели настенные, есть те, которые вот на подставке напольного базирования. В общем, это все вариативно, и это тоже стоит учесть при выборе, вот то, как вы их будете размещать, да, это, в общем, важно. Естественно, важный момент, это лампы, которые используются в рециркуляторах, это, по сути, сердце вот этих приборов. Но вы же в магазине, ну, не сможете определить сами, какие там лампы стоят. Поэтому вот в этом смысле нужно обращать внимание на такие моменты, как то, ну, насколько давно производитель присутствует на рынке. Есть ли у него, например, регистрационное удостоверение Росздравнадзора вот на его продукцию, да, вот эти моменты. Некоторые производители, в том числе Саратовский завод РМО, они еще и члены Международной ассоциации производителей ультрафиолетового оборудования. Кстати, если еще, ну, вернуться, скажем так, к заводу Саратовскому, то продукцию ребята отправляют и по России, и на экспорт. И это экспорт не только в страны СНГ. Мне, например, здесь на заводе сказали, что продукция РМО, она продается, например, в Соединенных Штатах, причем там в торговых сетях, да, в ритейле. Что, на мой взгляд, ну, для меня в организме было удивительно, да, вот не каждый наш производитель на американском рынке представлен. Ну, в общем, обращайте внимание вот на эти моменты, и тогда действительно вы сможете приобрести качественный и эффективный рециркулятор, ну, или там облучатель, который мы сегодня тоже показывали. Надеюсь, это видео было вам полезно. Это канал Тостер из Саратова. Здесь все самое интересное о домашней технике. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!